День с толком 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 В алтайском отделении Паузбербанк завершили подключение окон МФЦ к сервису приема платежей. Подробнее Илья Кочетков. 471 окно в Алтайском крае 25 в Республике Алтай оборудовано, чтобы принимать платежи. Теперь оплатить услуги можно безналично по карте любого банка. Мы расширили возможности для наших клиентов. И сейчас оплатить государственную пошлину можно непосредственно в окне при оформлении документов для предоставления услуги. Дополнительно ходить никуда не нужно. Все наши сотрудники прошли соответствующее обучение и готовы предоставить полноценный и качественный сервис всем нашим клиентам. По дополнительным услугам вся комиссия прозрачна. Плательщик заранее видит в предварительном чеке, сколько будет стоить та или иная услуга. Государственные пошлины при этом принимаются без комиссии. К приему платежей готовы все окна МФЦ региона. Мы стремимся сделать сервис по приему платежей более доступным для всех категорий населения. Кроме платежей по оплате госпошлин, клиент может также оплатить коммунальные услуги в пользу поставщиков. Перечень поставщиков расширяется и мы видим увеличившийся спрос со стороны клиентов на данную услугу. О том, что сервис действительно востребован, свидетельствуют первые данные статистики. С момента реализации проекта услугой воспользовались более 7 тысяч клиентов. Периодически пользуюсь услугами МФЦ. Раньше для осуществления платежей необходимо было тратить много времени для того, чтобы доехать до какого-то банка, заплатить платежи. Сейчас это все происходит оперативно. В одном единственном месте очень мало времени тратится. Жители Алтайского края и Республики Алтай одними из первых в России могут воспользоваться новой услугой. Кстати, наш регион – лидер в стране и по количеству подключенных окон. Проект продолжает свое развитие. Основная его цель – сделать сервис оплаты госпошлин и других услуг доступным и удобным для каждого жителя края. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. Все в дверь, а он в окно. К нам обратились жители одного из барнаульских домов с жалобой на соседа. Этот человек превратил свою квартиру в настоящую свалку и настолько завалил ее хламом, что заходит в квартиру через окно. Среди других жалоб – неприятный запах, тараканы, опасность пожара. Илье Кочеткову удалось лично пообщаться с владельцем захламленной квартиры и узнать, собирается ли он наводить порядок в жилье. Вот так жители одного из барнаульских домов пытаются, так сказать, вступить в контакт с одним из соседей. Такое соседство всем порядком надоело. По самым скромным подсчетам, житель этой квартиры собирал в своей однушке мусор почти 10 лет. Всякие доски, всякие палки, что там только у него нету, это вообще. И тараканы. Пытаемся сами поговорить с жителем злополучной квартиры. Хозяин не сразу, но открывает. Судя по всему, он искренне не понимает недовольства соседей. Какой плохой запах. Они занимаются. У меня и так со здоровьем плохо. Сейчас я у приставов был. И что вам пристав говорит? Ну, до 30 апреля надо вынести мусор. А вы это сделаете? Неизвестно. А что вам мешает вынести мусор? Здоровье. По словам жителей, летом мужчина лежал в больнице. Вернувшись, вел себя более дружелюбно. Даже начал выносить мусор. Но вскоре снова начал запасаться вещами, а еду готовил прямо на улице, под окном, на костре. Как нам рассказали соседи, некоторое время назад житель этой квартиры забирался в свое жилье через окно с помощью вот этой приступочки. Но по его собственным словам, сейчас его здоровье ему не позволяет делать даже это. Говорят, теперь из дома он практически не выходит, как и чем питается, неизвестно. Свет, воду в квартире, кстати, не приватизированный, муниципальный, давно отключили. Но опасность осталась. Жители боятся, к примеру, пожара. Сгореть или задохнуться может весь подъезд. Жалобы дошли до мэрии. Первый раз чиновники обратились в суд несколько лет назад. Не помогло. Недавно решили повторить. Позволяет эта статья в рамках судебного решения выселить без предоставления другого жилого помещения гражданина. Такая практика в городе уже есть, но, к сожалению, судебное решение, которое состоялось буквально в текущем месяце этого года, нам было отказано. Почему, чиновники пока не знают. Но, возможно, суд решил дать Никулину еще один шанс навести в квартире порядок. Но власти и жители в это не верят. Будут подавать апелляцию. Мы же, в свою очередь, ждем ответа соцзащиты. Знают ли там о данном гражданине и нуждается ли он не столько в преследовании, сколько в помощи? Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. А вот спортивных новостей, кажется, скоро не будет. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфилиев отменил проведение всех спортивных мероприятий. В список вошли межрегиональные, региональные, межмуниципальные соревнования, включенные в единый краевой календарный план на год. Всем спортивным учреждениям края, федерациям и другим организациям, проводящим спортивные мероприятия, приказали перенести их проведение до особого распоряжения. И, пожалуй, одним из последних крупных мероприятий, которое провел Алтайский край, стало первенство Сибири по смешанному боевому единоборству ММА 2020 года. Для Барнаула это крупное событие, даже если учесть только то, что столицу края посетил звезда мирового уровня Сергей Харитонов. Подробности в сюжете. Железный кулак. И сказать бы сибирский характер, но нет. Уроженец Архангельской области, звезда смешанных единоборств мирового уровня Сергей Харитонов впервые в Барнауле. Не дерется, а фотографируется и оценивает молодое поколение. И борцы есть, и ударники хорошие. Так что Сибирь всегда слава богатырями. Так что здесь ребята очень сильные. Сам Харитонов в боях 20 лет. А этим участникам самим нет и 20. Центр держи, центр восстанови, восстанови центр. На первенство в Барнаул приехали спортсмены со всех регионов Сибири, чтобы быть запертым в клетке, из которой выйдет только один. Для обычного зрителя смешанное единоборство кажется беспределом. Правил немного, но они есть. Например, нельзя в парте рябить ногами в голову. И каким бы кровавым этот спорт не казался, голову отключать нельзя. Среди финалистов первенства то и дело выходят представители Новосибирска или Омска. Алтайских спортсменов действительно меньшинство. Федерация смешанных единоборств в крае только набирает обороты. Но для молодых, подающих надежды, это наоборот отличный опыт учиться сразу у достойных соперников. Немерская область, потом Омская область и Новосибирская область. То есть, в принципе, достаточно хорошие сборные такие. Но я скажу, что у нас, судя по прошлому году, как Сибирь проходила, в этом году у нас результаты получше даже, чем в прошлом. Это радует, что ребята растут. По итогу первенства Сибири победителем стала сборная Кемеровской области. В чемпионате Сибири по смешанным единоборствам первое место заняла Омская сборная. Алтай пока вне пьедестала. Но, надеемся, это пока. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Анастасия Дороган, авторогноз.